Заканчивается второй раунд и преимущество литовского боксера в 7 очков. Да, тяжело, конечно же, Красану Мзонге, который гораздо менее опытен, боксеру из Дарес Салама, 26-летнему, вести этот бой с опытнейшим Карпачао Списом. Карпачао Списом. Кстати, в бокс его отдал отец Мзонге. Отдал его в бокс, потому что увидел, как другие дети занимаются спортом, он захотел, чтобы его сын тоже занимался чем-то. Ну, и решил, что вот мальчику, за то, чтобы его не обижали, в бокс подойдет. Держу вас! 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 Держу Запасное движение ногой вперед делает замечание судьям Карпачаловскому. Идет, идет танзанец, идет вперед все время. Посмотрите, в третьем раунде нет такого преимущества, какое было во втором литовского боксера. Устал? Или возраст сказывается? 30 лет все-таки в боксе это не самая пора расцвета. Устал? Поп-поп! Стоп! Ну и теперь и Мзонги подустал, хотя вот по-прежнему упрямо движется вперед, но подустал я. Уже ищет как бы нечаянного счастья, что может быть усталый Карпачаускас ошибется и удастся нанести грозящий удар, который прекратит поединок и, так сказать, завершит его в пользу под заняться. Но думаю, что опять, опять коленом вперед идет Карпачаускас. Заканчивается поединок и литовский боксер выходит в следующий круг состязания. И поскольку он как бы в нижней половине турнирной сетки, то встретится с Олегом Саэтовым на пути медали, если только в следующем круге кто-то из них не проиграет. Итак, Виталий Оскарпачаускас победитель этого боя. Ну а мне остается только как бы напомнить вам, что Олимпийский боксерский турнир будет продолжаться до 4-го числа, августа. То есть практически каждый день будут идти бои. И мы достаточно регулярно, практически каждый день будем вам показывать боксерский турнир. Наиболее интересные его фрагменты и, безусловно, финальные поединки, точно так же, как и полуфинальные, займут достойное место в репортажах российского телевидения. Завтра для вас уже будет работать мой коллега Кирилл Набутов. А Сергей Ческидов, который вел этот репортаж, с вами прощается. И я желаю вам всего доброго. Оставайтесь с нами. Смотрите и Олимпийский курьер на российском телеканале, который вас будет знакомить со всеми наиболее важными событиями. Как Олимпиады, так и вокруг нее. Спасибо за внимание. Всего доброго. Был 6-1 в его пользу. И однажды рефери, представитель Марокко Мауса, открыл счет. Боксер из Доминиканской республики оказался в нокдауне. Однако вот второй раунд Доминиканец Рохеллио Мартинес начал очень активно. Но тем не менее, все-таки класс есть класс. И чувствуется хорошая подготовка датчанина. И вот сейчас 10-2 в его пользу. Напомню, он в темной форме. В этой весовой категории сборную России будет представлять Олег Саитов. Свой первый бой он проведет против турецкого боксера Суме. Олег Саитов.